Итак, начинаем. Сегодняшняя наша тема – здоровье женщины. Я выбрал эту тему по нескольким причинам. Во-первых, это наш ответ ортодоксам, которые в последнее время очень активны на женщин, когда отсюда. Хотя я хотел показать, что здоровье женщины очень важно. Это вторая моя причина, действительно, потому что здоровье женщины – это наше будущее. И в социальном, в культурном, в физиологическом, в каком хотите, это очень важно. И третье, почему еще мы об этом можем говорить, потому что у нас есть нечто, чем мы можем женщине помочь. Вот фирма «Мивейс» выпускает целый ряд продуктов, которые очень благотворно действуют на организм женщин. И вот сегодня я и хочу поговорить о трех возрастах женщин. Хотя, честно вам скажу, я бы назвал ее, может быть, даже теперь не 4, а 5 возрастов женщин. Почему? Ну, первый возраст – это младенчество. Второй возраст – это переходный период, так называемый кубертатный период, когда девочка превращается в женщину. Когда появляется мастеральный цикл, начинают более ярко проявляться половые признаки. Это вот такой переходный второй период. Затем архиважный период деторождения, вот у разных народов по-разному, от 13, 15, там, 18 лет, в некоторых странах, до периода климакса. Четвертый период – это переходный период опять от деторождения к менопаузе. Вот это все бурные проявления климактерические. И, наконец, последний период менопаузы, постменопаузный период, вернее, в котором женщина проживает последнюю часть своей жизни. И вот в каждом периоде есть свои проблемы, свои, как говорится, заморочки. Есть что мы должны решать. И в каждом периоде мы находим нечто из наших продуктов, что может женщине помочь. Для того, чтобы перейти к каким-то конкретным уже проблемам, очень маленький экстракт, очень маленький ликбез из области женской физиологии. Вот женщина, как женщина, формируется со всеми проявлениями ее внешними, внутренними, психологическими, физическими, какими угодно, под воздействием определенных гормонов. Это половые гормоны, это гормон щитовидной железы и гормоны надпочечников. Доминируют, конечно, особенно во все практически периоды жизни, это половые гормоны. У женщин их два. Две группы, лучше сказать. Это группа эстрогенов и есть гормон прогестерон. И эти два гормона, они все время должны быть в балансе. Вот так вот можно изобразить. Знаете, весы должны быть на горизонтальном уровне. Если какая-то группа доминировать начинает, в первую очередь эстрогены, а прогестерон становится меньше, или даже если он остается на том же уровне, но все равно его меньше, баланса все равно нет. Вот тогда и начинаются проблемы. И фактически любое воздействие в любой возрастной группе сводится к тому, чтобы снова был баланс, чтобы было вот это вот равновесие. Гормон щитовидной железы тоже очень важен. Он определяет энергетику организма, интенсивность обменных процессов. И в определенные возрастные периоды, особенно во второй половине жизни, когда женщина приближается к лимусу, этого гормона становится меньше. Как бы на это не очень обращают внимание, а в общем это очень важно, потому что чем меньше гормона, тем женщина быстрее стареет, и тем она полнее становится. Потому что снижение энергетики ведет к тому, что набирается лишний вес. Это также гормоны надпочечников, которые определяют иммунные реакции организма, защитные реакции организма. Но это настолько сложная материя, что мы в этом сегодня вмешиваться не будем. Вот собственно говоря и все предварительное, что я хотел сказать. Значит вы должны запомнить, что должен быть баланс этих гормонов. А теперь давайте так. В раннем детстве каких-то специфических детских, женских проблем не существует. Они появляются только когда девочка начинает менструировать, когда начинается ее вот так называемый пубертатный период, когда она постепенно превращается в женщину. В этот период происходят психологические проблемы, характер портится, девочка становится нервной. И происходит еще очень часто, очень возникает аномия. Возникает у девочек болезнь, которая раньше в старину называлась хлороз. А теперь мы говорим, что это аномия, которая очень осложняет жизнь подростка. Для того, чтобы справиться с этим, нужно железо. В первую очередь. Это и питание, которые богаты, продукты питания, которые богаты железом. И целый ряд микроэлементов. Даже если наших добавков железа... Не знаю, кербы сейчас ведь нет, да? Есть? Вот. Значит, есть специальный продукт, New Ways, который называется Керп for Major Women, который содержит очень хорошо усвояемую соль железа. Буквально за несколько дней удается достичь того, что обычными лекарственными препаратами, содержащими железо, достигается значительно более долгий срок. Я это могу с уверенностью говорить, потому что в свое время мы проводили испытания этого продукта в Институте акушерства и гинекологии в Москве. И они дали очень хороший отзыв, потому что действительно женщины, которые были с низким гемоглобином, очень хорошо поправлялись, принимая этот продукт. Для того, чтобы железо хорошо всасывалось, нужен другой микроэлемент. Нужна медь. И он и медь. Они совместно работают. Для этого хорошим источником мели является максимум солёж. Потому что, кроме того, там еще целый ряд микроэлементов и витаминов, которые будут помогать при аномии. Но вот такое сочетание керп и максимум солюж очень хорошо поможет девочке вот в такой, в трудной ситуации. Когда она стынична, когда она слаба, когда она бледна, и когда у нее низкий гемоглобин. Как долго принимать? Ну, надо ориентироваться на картину крови, на ее состояние. Пока не нормализуется гемоглобин, значит, это надо принимать. Причем сначала дать побольше дозу, три, даже четыре таблеточки в день керп. Потом можно дать меньше и поддерживающую дозу по одной таблетке в течение нескольких месяцев. Дальше возникает проблема, которая чрезвычайно широко обсуждается в прессе, потому что это очень распространенное явление. И называется оно сокращенно ПМС, расшифровывается как предминструальный синдром. В очи многих и девушек, и женщин за несколько дней до менструации и во время самой менструации сильнейшие головные боли, психологические проблемы, раздражительность повышенная, стремление уединиться, у кого-то возникает депрессивное состояние, резкие боли в животе, боли в спине, в суставах. То есть целая гамма самых разнообразных жалоб, которые проходят после того, как прошла менструация. И так из месяца в месяц для нее каждое наступление менструации очень такое мучительное явление. Вот тут давайте вспомним, что я вам говорил про гормоны. Вот оказывается, причиной вот этого предминструального синдрома является дисбаланс, возникающий в предминструальные дни. Для тех, кто не очень знает физиологию, значит, в первую половину менструального цикла должно быть больше эстрогенов, во вторую фазу должно быть больше прогестерона. Он должен как бы прекратить действие эстрогенов и начать действовать самостоятельно. Потому что, что делают эстрогены? В первую фазу цикла надо, чтобы снова восстановилась внутренняя валочка матки. Для этого нужны эстрогены. Эстрогены стимулируют клеточный рост. Но до бесконечности нельзя его стимулировать. Во вторую фазу это надо прекратить. Вторую фазу менструального цикла. И вот тут прогестерон должен сработать. И вот когда начинается вот этот дисбаланс, когда во вторую фазу прогестерона мало, а эстрогены продолжают действовать, вот тут и возникают все эти неприятности, о которых я вам рассказал. Как с этим справиться? Логично дать еще прогестерон во вторую фазу, для того, чтобы вот этот баланс был установлен. И у Нью-Вейс есть продукт, который позволяет компенсировать недостаток прогестерона. Так вот, что это за продукт? У нас в Нью-Вейс есть продукт, который называется крем Эндау. Он содержит экстракты из растения дикий мексиканский ямс, который фактически является природным прогестероном. И природный прогестерон намного ближе к человеческому прогестерону, чем те синтетические прогестероны, которыми пользуются врачи. Всякий гормон должен действовать. В чем его действие проявляется? Он каким-то образом действует на клетки организма. Те клетки, на которые он должен действовать. И прогестерон, и поверхность клетки, они должны вот так, знаете, как замок войти в ключ. Когда делают синтетические гормоны, они входят вот так. Вот остаются болтающиеся части молекул. И это действует на соседние клетки, на соседние части клеток. В общем, нет полной гормонии между клеткой и гормонами, это дает побочные явления сложнее. А вот природный прогестерон, так же, как и человеческий, вот так входит. И это поэтому очень хорошо действует. Препродукт сделан в форме мази. В форме мази, а крема. Почему? Отнюдь не из того, что его можно использовать в косметике. Только по той причине, что ввести его в организм через кожу, минуя пищеварительный тракт. Если вводить через желудок, то желудочный сок в значительной степени разрушит прогестерон. И тогда, сколько его всосется, мы так толком и не узнаем. У кого-то больше кислотность, у кого-то меньше. Когда принял до еды, после еды. Ничего не понятно. И эффективность резко снижалась в первых продуктах, когда вот начали использовать природный прогестерон. И поэтому пришли к выводу, что лучше ввести от одним путем. Тем более, что основа этого крема очень хорошая, она позволяет им очень хорошо впитываться. Сразу скажу, как правильно его вводить. Вводить крем, втирать крем нужно в те участки кожи, нежные участки кожи, которые хорошо этот крем впитывают. Это предплечье, внутренняя поверхность предплечья от кисти до локтя, вот с этой стороны. Это внутренняя поверхность бедра от колена до паха. И на грудью, вот верхняя часть груди. Причем, каждый день нужно вводить в новое место. Сегодня в одну руку, завтра в другую, одна нога, другая нога, грудь. Где-то на шестой день можно вернуться только к тому месту, которое вводилось в первый день. Для чего это важно? Потому что если все время втирать в одно и то же место, кожа переполняется этим кремом, этим продуктом, и тогда всасывание ухудшается. А так каждый раз это происходит полное впитывание. Как правило, на одно втирание уходит примерно половина чайной ложки крема. Это где-то 30 миллиграмм вот этого активного гормонального вещества. При предменструальном синдроме вводить в крем нужно, использовать крем нужно во второй фазе менструального цикла. Вот две менструации, это вот период между ними. Вот середина менструального цикла. Вот прогестерон мы вводим вот так. Середина менструального цикла, и где-то за день до менструации, а может быть и с начала менструации, прием прогестерона прекращается. Вот крем Эндау вводится вот в эти дни. Один раз в сутки по половинке чайной ложки. Вот так мы, если это делать несколько месяцев, а может быть и больше, все зависит от состояния женщины, от того, насколько быстро у нее наступает улучшение. Но это работает. Можно пользоваться, в принципе, месяцами, годами и так далее. Вот во второй фазе вводить крем Эндау. Помимо этого, считается, что еще на предменструальный цикл действуют некоторые гормоны гипофиза. Я не буду вам морочить голову их названиями, это все сложно, это физиология, но известно, я знаю это по своей практике медицинской, что для того, чтобы справиться и нормализовать те гормоны гипофизарные, очень хорош ревенол. Невейсовский продукт ревенол. Его вводить не обязательно, там в зависимости от фазы цикла, его можно вводить, принимать постоянно, несколько месяцев, по таблетке, три раза в день. Это влияние на сосудистый тонус, это влияние на обменные процессы и на регуляцию эндокринной системы. Ревенол хорошо работает в сочетании с витамином В6, а витамин В6, как и прочие витамины группы В, есть у максимума солюшина. Так что, вот если у женщины молодой или средних лет есть вот этот предменструальный синдром, вот сочетание крема эндава с ревенолом и максимума солюшин дает очень хороший результат. Кстати, еще одно проявление крема эндава, вот уже непосредственного отношения к этому не имеет, но тем не менее, школе на нем говорим, так много сегодня, есть данные, что вот этот прогестероновый крем помогает при псориазе. Почему? Потому что при псориазе, вот эти бляшки, которые на коже, мы все видели этих больных с псориазом, у них как бы происходит разрастание подкожного вот этого слоя дермы, вот эти бляшки образуются, это увеличенное количество клеток кожи. Вот поскольку прогестерон обладает свойством сдерживать клеточный рост, то втирание крема эндава позволяет как бы снять вот явление, явление псориаза. Еще одна проблема, я тут не написал, потому что у меня просто места не хватило, но именно у молодых женщин, у женщин детородного периода, это не вынашивание беременности. Так называемый привычный выкидыш, буквально в первые три месяца беременности вдруг она спонтанно прекращается. Почему это происходит? Потому что не хватает гормона прогестерона. В принципе, прогестерон не только работает вот на уровне регуляции менструального цикла, но это еще и гормон беременности. В первые три месяца беременности этот гормон вырабатывается в надпочечниках, его не очень много, и если надпочечники работают не очень хорошо в этот период, то возможно, что и произойдет невынашивание беременности. Организм не будет готов. Начиная с третьего, четвертого месяца, когда образуется плацента, то плацента сама начинает вырабатывать прогестерон, и тогда его уже достаточно. Вся проблема вот в этих трех месяцах. И вот если в первой, уже известно, у женщины были неоднократные попытки забеременеть, которые заканчивались привычными вот этими выкидышами, привычными абортами, то, как только она забеременеет, если ей сразу дать крем эндаму, натуральный продукт, содержащий прогестерон, то удается эту беременность сохранить. И вот в бытность мою в Москве в 90-е годы было несколько случаев, когда женщины, которые мечтали иметь ребенка, забеременели только благодаря нашему крем эндаму. Белис Павлович, я хочу напомнить вам, что они все говорили, мы забеременеем, а с перцем. Да. У нас была целая группа женщин большая. Беременность, а с перцем. Вы еще не могли, прямо говорили. Доброкачественные опухоли. Это фибромы, миомы в массе, кистозная мастопатия в грудных железах. Почему это возникает? Дисбаланс гормонов. Не хватает прогестерона. Вы помните, я говорил вначале, что в первую фазу менструального цикла эстрогены нужны для того, чтобы восстановить клетки матки, которые отторгнуты были во время менструации. То есть эстрогены стимулируют клеточный рост. Прогестерон обладает свойством подавлять эстрогены, то есть он тормозит клеточный рост. И вот если у женщины есть дисбаланс гормонов, гормоны эстрогены в достаточно высоком уровне, и они стимулируют клеточный рост. И не только в матке, а вообще в организме. То вот этот дисбаланс приводит к тому, что клетки начинают расти достаточно бурно, неконтролируемо. Это еще не дошло до злокачественного новообразования, потому что сами клетки еще хорошие. Но просто их становится больше, чем надо. И вот отсюда миомы и так далее. И вот тут опять нужен крем Эндау, который позволит нейтрализовать вот это стимулирующее действие эстрогена. В Москве, в бытность моей в Москве, когда практика была, обратилась женщина, у которой второй брак. Она вышла за мужчину, моложе ее, и она очень хотела на это так быть. Очень хорошо выглядеть и соответствовать молодому мужу. И вдруг у нее обнаруживают тоже измену уплотнения в груди, и хирурги ей предлагают операцию. И она категорически отказалась от вмешательства, потому что она боялась, что это повлияет на ее интимные отношения с супругом. И вот только в том случае она пришла, моляла ей помочь, потому что она не хочет никак делать операцию. Вот когда я убедился в том, что у этой женщины действительно, что она категорически отказывается от какого-либо вмешательства, вот тогда я ей предложил вот эту схему с кремом Эндау, там Лайфель Хансер, еще есть такой продукт. Вот тогда мы провели ей лечение, в течение полугода она принимала наши добавки, и у нее наступило значительное улучшение, у нее уменьшилось это новообразование, и тогда уже сами врачи, которые гинекологи наблюдали, они сказали, что раз идет в обратную сторону развития, значит от операции можно отказаться, будем наблюдать. Вот так благополучно кончилась история. Значит, помимо крема Эндау, при наличии доброкачественных новообразований, очень важен еще Лайф Энхансер. Это формула, которая тоже направлена на нормализацию обменных процессов в организме и на нормализацию эндокринных процессов в организме. И в общем-то считается, что это в большей степени женская формула. Мужчины тоже могут принимать в определенных ситуациях, но для женщин это крайне важно. Лайф Энхансер принимает, ну стандартно, три раза в день по одной капсуле, по одной таблетке, в течение многих месяцев. Это для постоянного приема, вне зависимости от менструальных циклов, там все такие женские дела, это для постоянного приема. Это очень хороший, очень хороший продукт. Я не написал, вот сейчас я подумал, что может быть сюда есть смысл еще включить и сок нони. Почему нони? Потому что одно из свойств сока нони это тоже сдерживать клеточный рост. Вот заканчивается детородный период. У разных женщин по-разному, у кого-то с 45 лет, у кого-то даже раньше, до 55 лет начинается климактерический период. Женщина его переносит по-разному. Для кого-то это проходит безболезненно, для кого-то это мучительно, это флеш, как сказать, приливы, это повышение артериального давления, это сердечно-сосудистые заболевания, это отеки, это нарушение веса, психологические проблемы и так далее. В западных странах очень многие женщины с наступлением климата впадают в депрессию. Вот, я уже старею, никто на меня смотреть не будет, значит, мужчина у меня не будет, муж от меня уйдет и так далее, и так далее. Накручивается целый ряд таких вот, знаете, комплексов, из-за которых женщина усугубляет свое состояние, ухудшает ее. То есть климакс – это проблема не только чисто физиологическая, но это проблема и социальная, и проблема и психологическая, какая хотите. И у нас главные гормоны – эстрогены, прогестерон, в меньшей степени щитовидная, гормон щитовидной железы. Эстрогены падают в климактерический период где-то процентов на 20-40, а прогестерон падает почти до нуля, то есть на 100%. И то, и другое упало, но в разной степени. И вот получается опять избыток эстрогенов. И вот многие проявления климакса – это есть именно вот этот дисбаланс гормональный, который возникает в этот период. И если врачи видят, что эстрогенов стало меньше, значит, что нужно делать? Добавить эстроген. Добавляют эстрогены, не добавляя прогестерон, и этот дисбаланс становится еще больше. Эстрогены вызывают разрастание клеток. Прогестерон подавляет разрастание клеток. Эстрогены стимулируют рост грудных желез. Для девочки это очень важно, чтобы без силикона все это произошло. Прогестерон предупреждает развитие фиброзных вот этих изменений, когда рост чрезмерно идет. Эстрогены задерживают соли жидкости в организме. Вот в эксклюнктерическом периоде это проявляется, потому что дисбаланс эстрогены задерживают жидкости, многие начинают отекать. А прогестерон это естественное мочегонное, то есть опять противоположное действие. Эстрогены вызывают депрессию и головные боли. Прогестерон наоборот антидепрессант. Эстрогены повышают свертываемость крови, что очень опасно, особенно с возрастом, когда может наступать тромбирование сосудов. Прогестерон нормализует свертываемость крови. Эстрогены повышают уровень сахара в крови. Особенно в эксклюнктерический период у многих женщин сахар начинает расти. Прогестерон нормализует уровень сахара в крови. Эстрогены нарушают содержание цинка и меди. Это, кстати, тоже один из факторов ведущих к анемии к снижению демоглобина. Прогестерон нормализует содержание цинка и меди. Эстрогены повышают риск рака эндометрия. То есть внутренняя эндометрия это внутренняя стенка, внутренняя оболочка матки. Прогестерон предупреждает рак эндометрия. Эстрогены повышают риск рака грудных желез. Прогестерон предупреждает рак грудных желез. Эстрогены подавляют функцию остеокластов, это вот эти клетки, кости, а прогестерон стимулирует остеокласты, чтобы возникали новые клетки. Эстрогены понижают тонус сосудов, прогестерон восстанавливает тонус сосудов. Это к давлению имеет отношение, да? Да. И к мигрене, кстати. Да, что как бы это повышение тонуса, это нам... Да, кстати, крем эндау при мигрене очень многим женщинам помогает. По той схеме, что я сказал, вот как бы многие женщины даже чувствуют возникновение приступа, поэтому вот перед приступом, если начинать использовать крем эндау, то это может предупреждать тяжелые мигренозные приступы, потому что нормализуется тонус сосудов. Кстати, в сочетании это можно делать с асаи, вот втирать крем, при мигрене втирать асаи, втирать эндау, крем, принимать внутрь асаи и ревенол. Вот при тяжелых даже мигренях это работает. Кстати, эстрогены провоцируют образование камней в желчном пузыре. А прогестерон, опять же, противоположные действия оказывает. Эстрогены повышают риск аутоиммунных заболеваний, там, волчанки, ну, целый ряд есть заболеваний, которые называются, когда вырабатываются антитела к собственным клеткам. А прогестерон помогает противостоять организму этому явлению. То есть, видите, они в значительной мере, как бы, противоположны. И сейчас снова стали поднимать, как говорится, на поверхность наверх прогестерон, для того, чтобы создать истинный гормональный баланс, чтобы пережить этот период. А как мы его создадим? С теми добавками, которые помогают этот баланс установить. Это крем-эндау, который мы даем. Тут уже нету менструальных циклов, поэтому это дается непрерывно, постоянно. Затем лайф-энхансер, который тоже стабилизирует гормоны постоянно. Ревенол, поскольку в этот момент очень часто сосудистые какие-то проявления климакса, климакса, давление, стенокардия и так далее. Ревенол очень хорош. Кью-10 для улучшения работы сердечной мышцы, ибо она тоже страдает в этот период времени. Обязательно омега-3, жирные кислоты и витамины. Поскольку там есть целый ряд микроэлементов и витаминов, которые важны именно для синтеза гормонов. Вы знаете, что постоянно из этого это крем-эндау, лайф-энхансер и ревенол. Вот первые три. На долгие, на месяцы, там, в общем, пока, как говорится, есть в этом потребность. Вот. А кью-10, ну, витамины, естественно, это, как говорится, всем полезно. Кью-10 давать, если есть какие-то проявления со стороны сердечно-сосудистой системы. Вот так мы с вами проскочили этот период. И подходим к следующей паре, когда уже наступила менопауза. И вот тут начинается проблема, которая чрезвычайно широко распространена. Чуть ли не у 80-90% женщин есть остеопороз. Остеопороз – это хрупкость костей. Вот кости кажутся самой такой незыблемой частью человеческого организма. Казалось бы, что у них ничего не происходит. Но кость, она и есть кость. Легкие дышат, сердце бьется, а кость, она и есть кость. Оказывается, там все время идут процессы отмирания одних клеток и появления новых клеток. Вот крупные кости, скажем, бедренные кости, голени, там, конечностей, эти кости за 10 лет полностью обновляются. Через 10 лет ни одной клетки сара не останется. Все обменяется на ногу. Медленно, но процесс обновления идет постоянно. Кости плоские, вот скажем, тазовые кости, ребра, там, и так далее, там более быстрый обмен, где-то за 3 года происходит полная смена всех клеток. Вот оказалось, что вот эти процессы отмирания старых клеток и появления новых тоже находятся под контролем эстрогенов и прогестерона. И вот когда в постклимактерическом периоде очень мало прогестерона или почти его нету, вот отмирание старых клеток происходит, а появление новых клеток очень занижено, ослаблено, уменьшено. И вот поэтому образуется пустота. Клетка умерла, она на ее место новое не встала. Клетка становится более полистая, более хрупкой. При этом происходит как бы уменьшение насыщенности клеток кальция. И многие считают, врачи до сих пор считают, что если давать кальций, то от этого клетка, кости станут крепче. К сожалению, назначение кальция проблемы не решило. Потому что, во-первых, кальций достаточно, все-таки мы с едой получаем. А во-вторых, кальций, чтобы усвоился, чтобы он укреплял клетки, нужны те же самые гормоны. Суть нарушения эндокринного баланса. Как мы его восстанавливаем? В первую очередь, это крем Эндау, это лайф-энхансер. И это продукт, о котором мы еще не говорили, о РНЮ. РНЮ является пищевой добавкой, которая имеет определенное такое четкое отношение к опорно-двигательному аппарату. На фоне остеопороза возникает, может, воспаление в суставах, боли в суставах. И вот нивелировать эти явления можно с помощью препарата РНЮ. Я еще не написал, у меня место. Это есть второй наш продукт. Если это как бы суставы, часто при остеопорозе страдают, там важен, еще есть два продукта у нас. Это цитилмобилити. Слышали такой продукт, да? Цитилмобилити – это продукт, который позволяет восстановить клетки внутри суставной жидкости. То есть вот эти боли, которые возникают при движении за счет того, что кость трется о кости, не хватает смазки между костями, между суставными поверхностями. Вот цитилмобилити. И второй продукт – это глюкозамин с хондролитином, который помогает в какой-то мере, считается, восстановить хрящевую ткань в суставах. Но это вторичные изменения при остеопорозе. Главное – это восстановление эндокринного баланса. Эндау, лайф-энхансер, ренюр. Вот. И вот дополнительный, это еще, значит, может быть, хондроэтин, то есть глюкозамин с хондроэтином и… Цитилмобилити. И что я сказал? Цитилмобилити. 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 А нони здесь тоже может быть? Нони как чисто противоболевое средство, безусловно, безусловно. Он очень хорошо боли снимает. Цитилмобилити, кстати, если мы хотим нони использовать просто для снятия боли, не для лечения остеопороза, он как бы не имеет непосредственного к этому отношения. Но, как противоболевое средство, его надо принимать в течение дня часто. Это 5-6 приемов в день по столовой ложке, и тогда это в течение недели, в течение короткого достаточно времени позволяет болевой вот этот вот фон резко уменьшить. В пожилой возраст женщины чреват вероятностью развития онкологических заболеваний. Рак матки, рак яичников, рак грудных желез. Наиболее часто встречается рак грудных желез. Вы знаете, нет ни одного медицинского журнала, в котором несколько раз в году не публиковались бы статьи о том, как предупредить повторение, как возникает рак, трудно сказать, чаще всего это тоже эндокринный дисбаланс, но если он уже возник и женщина с оперированной, часто бывают рецидивы, повторы этого заболевания. Как предупреждать? Вот тут наше место. Потому что лечить онкологическое заболевание должны онкологи всеми возможностями современной медицины. А вот когда уже активное лечение закончено, вот тут мы можем женщине помочь. И всюду пишут, и в серьезных журналах, и в популярных, где хотите, что главным средством профилактики рецидивов рака грудных желез является длительный, можно сказать, постоянный прием омега-3. Второе средство, которое важно для профилактики заболевания, это нони. Я припоминаю случай, здесь уже в Иерусалимской моей практике, женщина, у которой была оперирована по поводу рака грудных желез, рака грудной железы, и у нее каждые 2-3 года возникали рецидивы. Ей было сделано много операций, бесконечная химиотерапия. В общем-то, какая-то была достаточно агрессивная форма этого заболевания. И когда она пришла ко мне, вот тогда я рекомендовал пить сок нони. Прошло уже лет 6, наверное. Периодически она мне звонит, вот за все эти годы, у него не одна. Она пьет, сколько она выпила сока нони, одному богу известно, наверное, бочку. Но с той поры ни одного рецидива у нее не было. Я не могу сказать, что это было массовое исследование, чтобы, знаете, как это спубликовать по этому поводу статьи, но вот вам случай из жизни. Совершенно безобидное средство сок нони вполне может явиться средством для профилактики повторов такого серьезного онкологического заболевания. Минь-голд в этом плане очень и очень хорош. Это смесь из нескольких видов грибов. Один из этих видов грибов кардицепса произрастает только в горных районах Тибета, Китая, на Тибете. Еще есть два вида грибов. Вот в этих грибах содержится некий белок, который обладает свойством сдерживать рост раковых клеток. Как самостоятельное средство это может быть и не работает. И вообще, когда есть активный процесс, есть прекрасная онкология современная. Но как средство профилактики это важно. И Минь-голд наряду с этими двумя продуктами вместе или порознь можно использовать для того, чтобы предупреждать рецидивы онкологического заболевания. Минь-голд противопоказаний не имеет, осложнений никаких не дает, принимать его можно очень долго. Кроме того, он является еще продуктом, очень хорошо усиливающим иммунные реакции. Поэтому даже если появляется раковая клетка, то организм не просто действует какими-то белками, вот ее подавляет. Но он повышает общую сопротивляемость организма, и тогда все чужеродные клетки в организме подвергаются обстрелу иммунной системы и погибают. Это очень важный и интересный продукт. Вот мы с вами за час прошлись от юношеского возраста до Преклонного. Конечно, проблем, это все очень такой подход, если бы сейчас меня врачи могли бы уличить в таком поверхностном подходе ко всему этому. Но для нас, для дистрибьюторов, я думаю, вот тот минимальный набор знаний и набор тех продуктов, которые мы можем рекомендовать женщине в том или другом случае, я думаю, этого достаточно. Вот на этом я, позвольте, закончу. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам за внимание.